о спорт и мир но как оказалось не весь а только тот кто метет подолом перед гегемонией и приседая потом знак подчинения в глубоком реверансе томас бах президент международного олимпийского комитета замеряв книг саны и поерзав по паркету ножкой туда-сюда ранее четко сказал что российские спортсмены будут приглашены на олимпиаду индивидуально по согласованию с международными федерациями и вот 15 июня мог выкатил список тех россиян кого таки допустили высочайшим соизволением до игры в страну багетов круассанов и клопов до 15 июня мог держал в тонусе всех тех россиян то теоретически мог бы поехать на игры и плел интригу а попросту вел себя не самым лучшим образом не давая никакой информации по этому вопросу из-за чего у нас могут быть сорваны логистика сбора и так далее но кого это волнует же до присевших в реверенсе точно нет более того этот оглашенный список не окончательной это только первая его часть за которым может быть вас последуют остальные а может они вас последуют тут как карта ляжет поэтому наши спортсмены сидеть вам на чемоданах и в нервянке грызть ногти до морковкиного заговения всего сидящих на чемоданах от якобы нашей страны может быть не более 55 человек а как вы хотели братцы союз приседающих строк на отбор туда абы кого не пускают и вход строго ограничен напомним для того чтобы спортсмен из россии был допущен до общемирового праздника спорта здоровье единства он должен быть проверен на вшивость его препарирует на связь силовыми структурами не дай бог на поддержку своей страны и и политики а также он будет обязан подписать декларацию и согласиться с условиями своего участия в играх вы еще недостаточно присели тогда присядьте ниже список дисциплин которые получили лицензии на допуск или куда отбор продолжается таков борьба дзюдо тэквондо прыжки на батуте теннис велоспорт и гребля но при этом на олимпиаду российских тэквондистов не допустили мог заявил что хотя они и завоевали две мужские две женские квоты но комитет не даст ни одному из них право участвовать в олимпиаде по неизвестным для нас причинам командным видом спорта таким как футбол баскетбол и так далее вход заранее заказан а сами отказались от участия в этом празднике здоровья единства наши художественные гимнастки спортивные гимнасты пловцы прыгуны в воду лучники фехтовальщики боксеры и тяжелоатлеты и так кого же допустил мог своим высочайшим соизволением от нашей страны вот вам имена героев чтобы вы знали за кого если что болеть ну или как вам угодно от велоспорта на шоссе поедут поприветствовать таракашек тамара дронова алена иванченко александр власов борьба будет представлена такими спортсменами как начин мангуш шамиль мамедов арслан багаев абдулла курбанов алан астаев магомед муртазалиев наталья малышева вероника чумякова алина касса биева елизавета петлякова ну и прыжки на батуте нам продемонстрирует пока только одна анжела блатцева если нам не изменяет память две девчушки которые анна елена по фамилии бербак тоже прыгали на батуте на уровне высоких достижений что из этого вышло судите сами как говорится дайте нам пожалуйста батуты каску вся эта нездоровая ситуация раскалывала спортивный мир пополам президент всероссийской федерации художественной гимнастики ирина винир считает что на олимпиаду ехать категорически нельзя и называет нашу команду нейтральщиков команды бомжей татьяна тарасова наоборот считает что все это мелкие обиды которые надо забыть на это время и ехать надо обязательно николай волоев назвал всю эту ситуацию унизительный уверен в том что народ не поддержит те кто поедет александр карелин убеждает всех что полученными лицензиями надо непременно воспользоваться по назначению а также добиваться остальных дмитрий же песков высказался следующим образом ну хорошо выступит человек без нашего флага мы разве с вами не будем знать что это наш спортсмен будем а если он выиграет мы что не будем им гордиться потому что он без нашего флага будем гордиться он самый будет флагом но вот как то так друзья хотим напомнить что наша команда остается на плаву только благодаря вашей поддержке вместе победим реквизиты для поддержки в описании к видео